Жить так, чтобы не стать причиной ухудшения экологической обстановки сложно, ведь мы зачастую даже не осознаем, что вредим нашей планете. Взять хотя бы пластик. Правильно его утилизируют единицы. Наша планета с его появлением начала буквально зарастать им. А мы напомним, в естественных условиях пластик разлагается более 400 лет. Решить хотя бы часть экологических проблем можно при осознанном подходе к ним. Уже второй год спикеры лаборатории «Горожанин-ученый» делятся с жителями столицы Татарстана своими знаниями и учат их бережному отношению к окружающей среде. С точки зрения проведения совместных мероприятий «Горожанин-ученый» это одно из наиболее конструктивных и позитивных мероприятий, которые охватывает в нынешний летний период довольно-таки большое количество и молодых, и взрослых горожан. Ну, конечно же, мы приготовили целый ряд предложений, которые будут посвящены улучшению непосредственно взаимодействия гражданского общества, природоохранных структур и мэрии города непосредственно в деятельности, поддерживающей охрану природы у нас в регионе. Накануне в рамках работы лаборатории «Горожанин-ученый» состоялась дискуссия о развитии экологичного бизнеса. Участие в ней приняли представители крупных компаний, таких как «Денофлекс», производители пластиковых упаковок, торгового центра «Мега» и «Тасига Казан-Пелес». Радостно, что очень много людей сегодня тоже пришлось. Каждый год приходит все больше и все больше компаний и приходят сами к нам в рамках вопроса, чем вам помочь, что еще можно совместного поделать, какие движухи совместно организовать. Это классно. Мы очень рады, мы привлекаем всех, мы приглашаем всех. Приходите. Участники мероприятия узнали, как связаны экология и производство. Помимо этого спикеры рассказали им, что такое принципы устойчивого развития в бизнесе. Участники дискуссии отметили, что диалог с представителями компаний может помочь справиться с некоторыми текущими проблемами, а их немало. О проблемах с окружающей средой, да, они есть. Вот далеко ходить не надо. Например, за парком Победы у нас канализация. Без экспертизы участок лишился охранного статуса. И, конечно же, сливов очень много. И на Казанке очень много сливов. И вне Казанке очень много сливов. Это, конечно, сказывается очень противно даже прикасаться к этой природе, хотя там очень много интересных животных и растений. Обитает, произрастает, да. В рамках мероприятия участники также смогли обсудить с представителями компаний свои идеи полезных объектов. Авторы лучших предложений получили призы от партнеров проекта, а также деньги на их реализацию. Люди живут рядом и не осознают, насколько участок рядом с их домом богатый, истории и культуры, и природы, и как важно это сохранять, потому что это касается лично каждого в конечном итоге. Напомним, что работа лаборатории «Горожанин-ученый» началась 6 июля. Организаторами проекта выступила стратегия развития Казанки. Завершающее мероприятие запланировано на 6 августа. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы. Универньюс.